Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня в этот вечер есть благоприятная возможность, когда мы можем вместе с вами открыть книгу Библии и прочитать ряд мест для того, чтобы нам сегодня иметь размышления о нашей жизни, о предстоящем для нас. Первое место послушаем, братья и сестры, записано. Первое послание Петра, 4 глава, 1 и 2 тексты читаем. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Второе место послушаем, это Евангелие от Луки. Глава 24, 44 текста читаем. «И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. И тогда отверз ему ум к разумению Писания и сказал им, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели мне». Братья и сестры, когда мы знакомимся с произведениями апостола Петра, мы сразу видим то, что он живет в ожидании событий грядущего. И, переживая это внутри, он помнит о тех рассеянных по разным уголкам Римской империи братьев. Это братья и сестры, которые переживают гонение. И в этих посланиях, в этих письмах есть три очень важных слова, которые часто встречаются. Это послушание, покорность и страдания. Мы никогда не избежим страданий, потому что мы живем на такой планете, это планета страдающих людей. Первый человек, который был современником Авраама или предшественником, лучше сказать, Авраама, это Иов, он говорит о том, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Иисус Христос говорит о себе в Евангелии от Матфея 16, 21. «Сыну человеческому надлежит много пострадать от грешников, от первосвященников, от книжников и быть убитым». И в третий день воскреснет. Писание говорит нам через свидетельство святых божьих людей, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Наша жизнь, наша вера, она не избавляет нас от страданий, наоборот, она притягивает страдания в нашу жизнь. Но у нас есть слово, Божье откровение, которое говорит нам о том, как мы можем оказаться победителями, братья и сестры. И для этого сегодня нужно, прочитывая страницы Священного Писания, приходить к решению. Брат уже передо мной говорил о том, что как важно иметь правильное решение по отношению своего собственного сердца. Соломон пишет о том, что больше всего хранимого хранит сердце свое, потому что из него источники жизни. Итак, благополучие сегодня, оно зиждется на том, как мы отнесемся к прямым указаниям Божьего Слова, будем ли мы хранить или нет. Вот как раз о том, как это было, осуществлялось в жизни нашего Господа Иисуса Христа, Петр нам и показывает, братья и сестры. Итак, посмотрите, мы смотрим сегодня на это слово, как читаем у апостола Петра в 4 главе, в 1 стихе. «И так как Христос пострадал за вас, за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Уже в самом слове у нас есть посылка туда, что уже раньше было озвучено в письме апостолам Петром. Это слово первое «И так». Значит, он уже о чем-то говорил раньше, что очень важно нам заглянуть туда, о чем писал раньше святой апостол Петр, братья и сестры. Посмотрите, это 3.18, 1 послание Петра, 3.18. Мы читали 4 главу 1-2 стих, а вот в 18 тексте говорится, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Братья и сестры, первый момент, который сегодня мы можем увидеть здесь, что Иисус Христос не только является спасителем нашим от наших грехов, он является для нас примером, он является для нас образцом, который притягивает нас сегодня к себе, чтобы мы могли последовать за ним, научиться поступать в этом мире так, как он поступал. И это очень важно. Когда мы видим наших детей, что они делают нам угодное, мы радуемся. Почему? Потому что это путь к благосостоянию и благополучию наших сыновей, когда они делают угодное, когда они подражают нам. Но мы с вами призваны подражать Иисусу Христу. Братья и сестры, и мы с вами смотрим. Это очень величественная картина, о которой мы читаем. Посмотрите, что Иисус Христос, Он тоже страдал плотью. Много страдал. Много претерпел над собой поругания от грешников. И в этом сегодня для нас богатство, чтобы мы на пути не ослабели. Помыслите претерпевшим над собой такое поругание от грешных, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть. Мы на пути. И вот это средство подпитки наших слабеющих сил, когда мы смотрим на крест, где распят наш Спаситель. Братья и сестры, Его смерть, она потрясающе открыла для нас возможности. Посмотрите, мы с вами читаем Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу. Он является этим мостом. И без Него никто не приходит к Отцу. Братья и сестры, только через Него мы имеем доступ входить в небо, в присутствие Отца Небесного. И если мы начнем сегодня говорить о том, что совершил Господь через Свой крестный подвиг, я думаю, что нам одного собрания будет недостаточно. Но здесь очень ясно показано, приводит нас к Богу. И придет время, когда Он представит нас, святых Божьих людей, Отцу Своему, чтобы мы пережили славу, который определен Богом для Его Сына и для тех, кто поверует и пойдут за Ним. Братья и сестры, мы с вами читаем, Он пострадал, смотрите, за грехи наши. Он страдал добровольно, но Он страдал не по причине того, что Он в чем-то был виновен. Наоборот, когда мы с вами открываем страницы Священного Писания, люди говорят, Он никакого греха не сделал. Он, посмотрите, это римский прокуратор Пилат выносит такой вердикт. Я при вас исследовал и ничего в нем достойного смерти не нашел. Однако Иисус Христос страдал, праведник за неправедных. И в этом сегодня для нас большое утешение, потому что мы живем сегодня. Мы Его последователи, и мир не упустит возможности испытать нас так, как Он испытал когда-то нашего Господа и Спасителя. Вы помните, вы не от мира, как и я не от мира. Если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Но мир ненавидит вас, потому что я избрал вас от мира. Поэтому мир и ненавидит вас. И это скорби, это трудности, братья и сестры. Но эти скорби и трудности являются для нас доказательством того, что мы истинны дети Божьи. Поэтому, когда мы попадаем в различные испытания, страдания, братья и сестры, это для нас преддверие славы, которая должна открыться скоро. Так и с Господом случилось. Он прошел через страдания, чтобы быть увенчанным славою Отца. Братья и сестры, Владимир Филимонович Марцинковский говорит, писал так, «Пей чашу страданий до конца, потому что над нею ты найдешь жемчужину счастья». Без страдания нет венца. Страдания они увенчивают Господа и Спасителя нашего честью и сплаваю, братья и сестры. Подумайте, мы когда с вами читаем об этом, то посмотрите, как Господь говорит о нам выше в стихе 17. «Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Оказывается, и страдания допускаются в нашу жизнь иногда по изволению Господа Бога. И как часто мы можем быть подобно детям, не понимая смысла всех этих страданий. И вот для нас стоит действительно этим примером потрясающе этот царь Давид. «Пусть испытает меня». Он готов был для того, чтобы Господь коснулся его. Он готов был, он жаждал этого, как бы хотелось и нам сегодня, когда мы проходим вот через это горнило страданий. Вооружиться этой мыслью написано «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйтесь». Посмотрите, это итог наших переживаний, о котором апостол Петр нас знакомит, братья мои, сестры. И когда мы смотрим на эту сторону, братья, у нас должно быть точно такое же отношение к миру, коль он для нас пример. Посмотрите, какое было у Господа. Вот посмотрите, еще один текст читаем, это 2 глава, 21 стих. Смотрите, здесь как написано, «Ибо вы», речь идет о нас с вами сегодня, возлюбленные, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Оказывается, мы не предоставлены сами себе, братья и сестры, но когда мы входим в эту печь огненную, Он обязательно с нами присутствует. Вы помните тех троих молодых парней, которые находились не в доме, а в изгнании, в плену, в рабстве, и когда за верность Бога их бросили в огненную печь, царь с удивлением заметил там четвертого, и вид четвертого был подобен Сыну Божьему. Братья и сестры, когда мы с вами смотрим страницы свидетельства Писания, мы находим о том, что Он с нами в наших скорбях. Посмотрите, как написано. Это опыт апостола Павла, апостола Язычников. Второе Тимофея, вторая глава. Мы читаем с 11 текста следующие слова. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас». Это слова Священного Писания. Посмотрите, как Он близко с нами, когда мы идем Его путем, угодным Богу путем. Он никогда нас не оставлял на произвол. Братья и сестры, посмотрите, посмотрите, как здесь еще написана эта мысль, что Он рядом. Хоть мы Его иногда и не замечаем в своих скорбях и страданиях, но Он рядом. Посмотрите, вот как свидетельство опять же апостола Павла, который представляет нам Господа. Посмотрите, второе послание Коринфянам, первая глава, мы читаем с третьего текста и ниже. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Братья и сестры, это опять говорит нам о том, что мы не оставлены на авось, на как-нибудь, но с нами Бог присутствует. И давайте будем всегда смотреть не на проблему, которая потрясает нас, а будем смотреть на того, кто с нами незримо, который присутствовал с Моисеем и не оставлял его ни на миг, братья и сестры. Это верность Бога, она была продемонстрирована на страницах Священного Писания. Господь говорит, я тебя написал на дланях, и я тебя никогда не забуду. Посмотрите, вот Святой Божий Пророк Исаия в 63-й главе вот что пишет о Господе, посмотрите, это его опыт, девятый текст предлагаю посмотреть. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви своей и благосердию своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Братья и сестры, если мы смотрим сегодня опыт прошлых веков, здесь опять предстает перед нами Господь и какой милосердный. Это сердце преисполнено глубокого сострадания к своему народу, и Он опять же со своим народом. Братья и сестры, только в скорбях мы способны переживать соседство Господа нашего и Спасителя и это очень важно для нас, потому что скорби открывают нам, кто мы есть на самом деле, какова ценность наша. Братья и сестры, если мы посмотрим первую главу, посмотрите, как он там пишет, золото испытывается огнем, что-то сгорает там, осадки, нечистоты, они покидают и золото становится чище, а вера, которая проходит через огненное страдание, она драгоценнее, золото очищенного и семь раз переплавленного. Господь учит нас чему-то через эти страдания. Братья и мои сёстры, посмотрите, мы на этот текст смотрим, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, той же мыслью вооружитесь, понимание такое же сделайте, каким руководствовался Господь наш Иисус Христос. Это нам нужно в двух вещах. Во-первых, мы уже посмотрели, тогда, когда мы страдаем, нам необходимо иметь такой настрой в нашего внутреннего человека, как у Господа было. Братья и мои сёстры, как у святых Божьих людей было, и тогда мы видим, что с нами ничего необычного не происходит, потому что с нами происходит только то, что мир уже продемонстрировал на нашем Спасителе Иисусе Христе, на святых Божьих людях, пророках и апостолах, и это может нас удерживать на наших ногах. Мы никогда не впадем в отчаяние, братья и сёстры, мы должны правильно смотреть на нашу жизнь. Кто хочет быть мудрым веки всем, тот будь безумным. Апостол Павел говорит, мы безумны Христа ради. Наши ценности совершенно отличаются от ценностей, которым руководствуется и живет этот мир. Посмотрите, как Иисус Христос учит нас. Евангелие от Матфея 10, 28 написано «И не бойтесь убивающих тела, души же немогущих убить». Братья и сёстры, 10 глава, 38-39 стих здесь написано «И кто не берёт креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». 39 текст «Сберегший душу свою потеряет её, а потерявший душу свою ради меня сбережёт её». В этом мире ценности этого мира и ценности христианские нас, последователи Иисуса Христа, радикально отличаются друг от друга, что высоко у людей то мерзость пред Богом. Хочешь сберечь душу свою, потеряй её ради меня и Евангелия. Посмотрите, как радикально звучат слова Спасителя. Это Евангелие от Луки, 14 глава, тексты 26-27. Мы читаем следующее. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери и жены и детей и братьев и сестёр и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Братья и сёстры, это очень дёшево, это даром, но не дёшево сегодня для нас обретается. Мы должны с чем-то расстаться, мы должны поменять свои ценности и от мирских удовольствий прийти к осознанному ученичеству и следованию за Господом. Смотрите, 27-й текст говорит здесь, «Кто не несёт креста своего, идёт за Мною, не может быть моим учеником». Мы сегодня с вами пришли в школу, мы сегодня учимся, братья и сёстры, посмотрите, апостол Павел, когда жил, написано о нём так в 20-й главе книги деяний святых апостолов, но я не дорожу своей собственной жизнью, только бы мне с радостью совершить дело служения, которое я принял от Господа. Вот как он выполнял порученное ему Богом, а как дело обстоит сегодня у нас с вами. Мы сегодня в этой школе, мы сегодня последователи его, а если нет, то время сегодня говорит, стань последователем Господа, а почему нет, братья и мои сёстры, и я хочу ещё перевести один момент, который здесь есть, он открывается дальше, он выходит из этого, посмотрите, мы уже слышали его, смотрите, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, третий стих, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству, в пище питье и нелепому идолослужению. Братья и сёстры, здесь открывается другая реакция этих людей, здесь два типа перед нами предстают людей, два образа жизни, и я боюсь, что сегодня в нашем собрании есть те люди, которым нужно определиться сегодня, жить по воле Божьей или жить по стихиям мира, или продолжать грешить. Я со всей страстью сегодня обращаюсь к таковым, Писание прямо говорит определенно, довольно уже, или мы сильны, чтобы раздражать и гневить Господа Бога. Слышите, как Дух Святой говорит сегодня со страниц Писания, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Братья и сёстры, здесь образ жизни людей грешных представлен двумя большими форматами. Смотрите, второй текст, чтобы остальное во плоти время уже не по человеческим похотям жить, это образ жизни, это поступки, это каждодневная жизнь, дня и ночи. И третий текст мы читаем, довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Братья и сёстры, похоти, это когда сердце твоё не удовлетворено Господом, и тогда вот эти ресурсы греховных страстей, они обрушиваются на душу. Это может стать достоянием сегодня некоторых из нас, когда нашу добрую почву сердца забивают сорняки, причина какая, мы остыли в своём усердии к Господу, и тогда похоти врываются в нашу жизнь и сметают всё то, что насадила Божья рука. Поэтому Писание говорит «довольно». Всякий раз, когда мы слышим это слово, у нас есть уникальная возможность принять решение «я так больше не хочу». А разве это не так было в жизни апостола Павла? Мы с вами прочитали «если с ним умерли, то с ним и оживём». Это процессы, которые Бог осуществляет в жизни тех людей, которые соглашаются с ними. Я хочу умереть, я не хочу по-прежнему жить и грешить. Братья и сёстры, посмотрите, это пример для нас Господа и Спасителя, когда Он сказал «я пришёл сюда не свою волю творить, но волю Отца моего». Небесного. А чью волю сегодня мы с вами исполняем, парни, девчата, братья и сёстры. Как легко сегодня забыться, как легко сегодня потеряться, мы очень легко привыкаем к темноте. И уже смотришь и видно, а вначале свет потух, ничего не видно, а потом присмотрелись. И вот жизнь в потёмках, она так незаметна, но парализует, ослепляет и чанит нас, как водолазные ботинки на дно. Братья и сёстры, я хотел бы ещё одно место прочитать о том, как опасно, как опасно находиться в таком состоянии. Позвольте процитировать текст Писания, второе послание Коринфянам, глава 4, первый и второй текст. Первый и второй текст. Поэтому, имея по милости Божие такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Не ухищрение, а открытость. Братья и сёстры, мы с вами прочитали, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Это право сегодня искупленного наследия. Братья и сёстры, но заметьте, вот это плохое, скверное, оно незаметно живёт в некоторых людях. Смотрите, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Господне. Если сегодня Слово Господне открывает твою жизнь, что она проходит совершенно в другом русле, не по воле Божьей, посмотрите, какое страшное состояние одной группы людей представлено нам на страницах Писания. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, ибо довольны, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питье и нелепому, идолослужению. Братья и сестры, вот последнее, о чём мы с вами прочитали, является мать всех грехов и пороков, какие свойственны человеческой падшей природе. Но каждое из этих моментов жизни, оно достаточно для того, чтобы нас трезвить, встрепенулось, чтобы наше сердце и чтобы мы могли сделать решение, чтобы служить Богу святому и истинному. Братья и сестры, заметьте, это сегодня то, о чём люди говорят, это что сегодня люди опробируют с тем, чтобы мы согласились со всем этим образом жизни. Нет, это грешный образ жизни. Достаточно к тому, чтобы он был осуждён, наказан, и Бог когда-то совершит эти дела. Но заметьте, здесь мы встречаем ещё вторую сторону, это освящающая благодать Божия. И опять же послание Коринфянам говорит, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились благодатью Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, второй момент, который здесь мы видим, это возможность у одного типа людей, это когда они выбирают волю Господню. Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. В ней всё для твоей души, в ней всё для того, чтобы здесь не погибнуть и чтобы прийти без урона в вечность. Но для этого надо познавать, для этого надо поступить в эту духовную академию. Слышите? Познавать это значит через страницы Святого Писания находить ингредиенты, которые важны сегодня для восстановления и стойкости святым Божьим человеком. Слышите, как Иисус Христос говорит, «Ко мне придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим». Если вы ещё не ученик этого класса, спасителя нашего, почему не сегодня, когда Писание говорит «довольно для вас», потому что время не в нашей власти, не сегодня-завтра день благодати закончится. «И ты останешься вне дверей, и ты останешься вне спасения». Господь сегодня предлагает этот путь. Господь показывает себя как образец. Господь говорит, «Иди за мной и делай, как я делал. Думай, как я думаю, и задавай вопросы почаще. А что бы сделал Господь, если бы Он был на моём месте?» Братья и сёстры, как много сегодня для нас открыл Господь через эти немногие стихи. Как потрясающе Он велик, потому что мы с вами увидели, что оказывается в страданиях мы не одиноки, не мы плачем на весь мир одни от беды, от горя. Он рядом с нами, братья и сёстры. И какое это утешение? Братья и сёстры, пройдёт немножко времени, и мы будем вспоминать подвиг Господа в видимых знаках, в вине и крови. Братья и сёстры, но сегодня эта кровь, она нам дана для того, чтобы мы очищали одежду свою, для того, чтобы мы убеляли одежду свою. Недавно на похоронах у Николая пели гимн, который написал брат короткий Коля в Магадане. В самые жуткие переживания, какие имели страдальцы за веру, он писал такие слова, птички Божьи, крылья готовьте в полёт, нам к отлёту настала пора, спершек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса, нам домой, нам домой, в небеса, ведь там наша Родина с вами друзья. Не останься на земле, с пороками не дружи, они погрузят тебя в море адского огня. Бог говорит, сегодня довольно для тебя благодати, пей, насыщайся, учись, исследуй, применяй и желай, и да, поможет тебе в этом Господь. Аминь. Помолимся Богу. Аминь. 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 Аминь.